здравствуйте с вами анна добро пожаловать на мой канал о здоровом образе жизни сегодня хочу с вами поговорить на очень важную для меня тему она касается осознанного подхода к своему здоровью гомео сапиенс человек разумный то есть это отличает наш нас от всех других живых существ мы должны осознанно делать свой выбор осознанно принимать решение и человек который не хочет быть здоровым мы ему никогда не можем помочь чтобы мы ему не говорили не рассказывали он всегда будет делать по-своему поэтому я уже давно отошла от этого я принимаю людей и помогаю людям только тем кто действительно хочет быть здоровый а не тот кто хочет постоянно лечиться то есть человек должен понять что здоровье это его обычное нормальное природное состояние и с этого все начинается то есть вылечить человека в принципе невозможно его можно только ему можно только показать как наладить свое здоровье потому что если у нас например диабет то мы пойдем к врачу мы получим инсулит и будем колоть его всю нашу жизнь если у нас высокое давление мы пойдем к врачу положит получим таблетку которая снижает давление и будем принимать их всю жизнь если у нас например тахикардия сильное сердцевиение то по мы пойдем к врачу и получим опять же бета-блокаторы и будет принимать их всю жизнь То есть это лечение. Я же говорю и занимаюсь здоровьем. И призываю вас тоже это делать. То есть в этом заключается осознанный подход. И у здорового человека не может быть негативных мыслей. Это второй пункт. То есть осознанный человек, занимающийся своим здоровьем, понимает, что он должен постоянно совершенствоваться, постоянно ежедневно работать над собой. Как говорится, все проблемы от дурной головы. То есть сами понимаете, почему мы начинаем именно с этого, с психологии. Второй пункт это дыхание. Здесь все просто, казалось бы. Дышим-живем, не дышим-не живем. То есть каждая клетка нашего тела нуждается в кислороде. И достаточно 5 минут, чтобы мы отключились навсегда. То есть нашему мозгу достаточно 5 минут. Здесь тоже, казалось бы, ну что мы можем осознанно сделать? А очень много. Мы можем, например, осознанно выехать за город. Мы можем осознанно сделать прогулку на свежем воздухе. Мы можем осознанно начать дышать животом. Потому что многие находятся в таком стрессе, что у них работают только верхушки легкие. Здесь вот мелкие мускулы задействованы. Здесь вот все у них как каменное. А самая большая мышца, диафрагма, вообще не работает. И получается и застой и в желудочно-кишечном тракте, и в печени, и в легких. Постоянные простуды, какая-то мокрота выходит. Просто из-за того, что они неправильно дышат. То есть здесь мы можем осознанно очень много сделать. В йоге такие дыхательные практики называются пранаямами. Посмотрите, очень много различных. Далее. Кислород может попасть в наши клетки, только растворившись в воде. То есть вода – это, получается, третий фактор, о котором мы должны думать. Мы все состоим из воды. Наши клетки, межклеточное пространство, лимфа, кровь, слюна – все жидкое – это практически вода. И вода – это жизнь. То есть если мы хотим жить, мы должны пить воду. Нет воды – нет жизни. И вода имеет два главных показателя. В этом и заключается наш осознанный подход. То есть мы можем пить что угодно, безосознанно. А можем осознанно подойти к этому вопросу и пить воду в достаточном количестве и того качества, которое может воспринимать наш организм. Про количество очень просто. 30 мг на килограмм веса – это при обычной жизни. Если же какие-то нагрузки, если жарко, если же мы делаем очистку, то эта доза, конечно же, увеличивается. И про качество. Здесь самое главное у нас, что эта вода должна быть чистой, должна иметь структуру, должна иметь определенный окислительно-восстановительный потенциал, должна иметь определенное поверхностное натяжение. То есть это все мы должны осознанно учитывать, выбирая воду. Ну и проще всего это сделать, мы знаем все в Кораллом Клубе, с помощью Кораллов Санго, которые улучшают все эти показатели. Кроме того, вода не любит солнечного света, не любит ни телевизоров, ни мата. То есть от этого всего нужно ее отградить, поставить в красивом графине, накрытом полотенчиком, в темное место. Вода напитывает наш организм, напитывает каждую клеточку в нем. Она размывает постепенно токсические вещества и мягко выводит их из нашего организма. И когда мы переходим уже к теме очищения, то есть четвертый пункт – это очистки, нам должно быть понятно, если мы осознанно подходим к своему здоровью, что без потребления своей нормы воды очищение невозможно или даже опасно. То есть все, что мы выводим, должно как-то тоже растворенным быть. И, во-первых, оно это все растворяется, конечно же, в воде. Все наши клеточки состоят из воды, как я уже сказала, мозг состоит из воды. То есть если у нас какие-то проблемы вот здесь, то есть с пунктом номер один мышление, то просто попейте воды, самое простое. Насчет очисток здесь мы можем очищаться, например, от чего? От вирусов, грибков, паразитов, простейших, каких-то бактерий. И также очищать кишечник. То есть здесь я могу вам помочь, или если у вас уже есть какой-то консультант, он может вам помочь составить специальную программу. Но самое главное это понять, что такие очистки, они обязательны и необходимы. То есть нельзя почистить кишечник один раз в год и думать, что будет все хорошо. Нельзя погонять паразитов один раз в 10 лет и подумать, что на этом все здоровье теперь у вас классное. Нет, это не осознанный подход. Кроме того, есть программа Coral Detox, которая помогает вам каждый день выводить вода и жирорастворимые токсины. Почему? Потому что они у вас каждый день появляются. То есть есть те, которые организм сам вырабатывает, а есть которые вы еще и извне вносите. То есть постоянная выработка, постоянная очистка. И большие программы можно делать, как вот коловады или антипаразитарные программы, два или же новичкам даже три раза в год на постоянной основе. В этом заключается ваша осознанность. Питание. Если мы говорим о питании, в чем же здесь наше осознанное поведение или подход? В том, что питание возможно только тогда в качественной форме, когда все предыдущие пункты уже учтены. То есть питательные вещества могут проникнуть в клеточку только благодаря воде. Если мы не пьем, не выполняем, пункт 3 это был, то, конечно, питательные вещества своей цели не достигнут, если мы даже их будем употреблять. Второе. Питательные вещества также необходимы паразитам, бактериям, нашим грибкам и так далее. То есть если мы не очистились, пункт 4 не учли, то пункт 5 тоже идет на смарку. Все это получают братья наши меньшие, как говорится, а мы голодаем или наши клеточки голодают. Если я уже заговорила о клеточках, то опять осознанный подход. Это выбор клеточного питания. То есть это означает, когда мы идем в магазин, на рынок, на сайт Кораллового клуба, мы выбираем то, что нужно для питания наших клеток. Не то, что нам якобы захотелось, а то, что действительно клетки могут принять и усвоить. В этом заключается осознанный подход. И мне понравилось очень одно выражение. Если человек питается правильно, то лекарства ему будут не нужны. То есть пища это наше лекарство и есть. Если же человек питается неправильно и не соблюдает все остальные 4 пункта, то лекарства ему не помогут. И последний, шестой пункт, о котором бы я еще хотела поговорить, это движение. В чем заключается здесь осознанный подход? Что настоящее движение, это зарядка или же ходьба. Зарядка, само слово, уже говорит о том, что мы заряжаемся энергией на весь день. То есть нам никто ее просто так не дарит. Мы сами должны приложить усилия и зарядиться. Как это все функционирует, я могу об этом вам отдельное видео сделать, рассказать, почему тоже ходьба особенно хорошо заряжает нас. Но дело не в этом. Главное, чтобы мы понимали, в чем разница между зарядкой и упахиванием на работе, на даче, дома, в огороде, спорт, изнеможение, что это физический труд и ничего общего с зарядкой, с бодростью энергии не имеет. Кроме того, надо тоже понимать, что есть движение мышц, а есть еще и внутренние движения. То есть, как бы вам сказать, что все жидкости в нашем организме, они двигаются, что лимфа течет, что кровь течет, что слюна выделяется постоянно и так далее. И наши клетки тоже, которые находятся в жидком пространстве, они не стоят нам, как столбы, а находятся в постоянном движении, в постоянном колебании. И на это движение влияет все, что нас окружает. То есть, мы должны осознанно окружать, отграждать себя от всего негатива. Это мы уже перешли, как бы, к седьмому пункту, защита нашего тела, наших клеточек. Неважно от чего, от плохой информации, от плохих людей, от радиации. То есть, в Карлан-клубе, например, есть тоже такие наклеечки, можно приклеить на телефон, на экран телевизора, на свой компьютер, чтобы хоть как-то защитить себя. В микроволновке сразу говорю, берите и выбрасывайте. Они вообще с здоровьем ничего общего не имеют. это тоже осознанный подход. Кроме того, мы можем заменить наши моющие, чистящие средства на экологически чистые. Ведь, когда мы убираемся в доме, это громадные пространства, мы этим всем дышим, это потом еще долгое время испаряется. И, кроме того, это идет еще и в канализацию тоже. То есть, мы можем так защитить не только себя, свою семью, но еще и помочь нашей экологии. И, конечно же, мы должны задумываться о том, что мы наносим на наш самый большой орган. То есть, на нашу кожу. Чем мы ее там моем, чем мы ее там мажем. Средства должны быть по максимуму безопасные. То есть, они должны чистить просто и ухаживать за нашей кожей, не нанеся ей вреда. Это тоже осознанный подход к защите своего организма. Теперь я желаю вам подумать над тем, что я вам сказала, осмыслить все это. Это тоже осознанный подход. Постепенно, по пунктам, стараться перестраивать свою жизнь. Желаю вам, будьте здоровы, успехов и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok